Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус и сегодня я снимаю видео о том, что я раскрасила и нарисовала за время карантина. В основном я очень много рисовала. Я рисовала акрилом, маслом, маркерами. Надеюсь, это видео вам понравится, оно будет для вас интересным. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. Первое, что я вам покажу, наверное, это будет картина маслом, потому что она самая такая большая и она еще не до конца высохла, боюсь что-то запачкать, поэтому покажу ее первой. Кружки. Во-первых, мне очень понравилось. Сначала давайте начну с того, что мне понравилось. Мне нравится, как здесь сделан фон и также мне нравится вот эта вот кружка с ландышами. Ландыши тут получились очень пышные, красивые, похожие на настоящие. Давайте покажу поближе. Маслом было рисовать очень сложно. Вот смотрите, у меня даже до сих пор на руке осталось масло, которое не оттерлось, а я уже мыла руки, наверное, раз 20 после этого. Я рисовала индийским маслом, который мой папа мне привез из Индии. Вот это масло. Также я использовала индийский разбавитель. Как вы видите, у меня больше всего закончилось зеленого и желтого. Масло мне, в принципе, понравилось. Оно очень яркое, густое. Даже если использовать разбавитель в нормальном количестве, оно все равно получается довольно густое. Из того, что мне не понравилось, это запах. Запах очень неприятный, немного пахнет, может быть, бензином, машином, маслом, вот что-то такое. И рисовала этот рисунок я вчера где-то около 2-3 часов. Из того, что мне не понравилось, мне немножко не нравится вот эта часть у банки дальней, потому что крышка какая-то получается маленькая. Мне кажется, вот тут вот нужно было немного поуже сделать. И эта кружка, ну, она немного странная, но, в принципе, нормально. Короче, больше всего вот эта мне часть нравится. Напишите в комментариях, как вам этот рисунок. Масло индийское мне понравилось, и я буду дальше им обязательно рисовать. Холст у меня обычный, грунтованный, 30 на 40. Все, уберу эту работу, чтобы она тут ничего не запачкала. Теперь перехожу к тому, чтобы полегче показывать. Я очень много рисовала акрилом. Не знаю даже почему, но акрил очень приятный материал. Он по текстуре немного напоминает масло, также он яркий, но при этом после него легко, например, мыть кисточки, и вообще акрил приятный. Так, первый рисунок, который я нарисовала, это такая лодка. Какая-то итальянская. Рисунок очень классный. Я даже выкладывала в своем сообществе на канале на моем ютубе кусочек небольшой от этого рисунка, и всем он очень понравился. Мне там писали, что очень классный рисунок. Вот я вам показываю его во всей красе, оцените, напишите, как вам. Также здесь штора такая очень классная, она полупрозрачная. Ну, также я тут добавила вино, потому что, во-первых, по уроку там должно было быть вино, это первое. А второе здесь было бы, мне кажется, пусто без него. Ну, или можно представить, что это какой-нибудь гранатовый сок. Это арка и цветочки. Цветочки тоже было очень приятно вот это все здесь рисовать. И вода, мне кажется, такая получилась текстурная. Прям видно, что это море, что это вода и песок. Очень классная картинка получилась. И рисовала я акрилом из Индии. Вот этот индийский акрил я использовала, который мне мой папа привез. Он очень хороший, мне понравился. Краски яркие, отлично смешиваются, ничем не уступают. Не то, что российским, даже не уступают, мне кажется, европейским производителям. За их цену в 400 рублей. Это вообще прекрасно. Следующая картинка тоже акрилом, тоже индийским. Это небольшой такой сказочный домик. Тоже мне очень нравится, как получилось. Смотрите, тут и текстура воды, свет в окнах горит, мостик и много зелени. Сначала, когда я рисовала эту картинку, мне даже хотелось ее бросить где-то на полпути, потому что мне не понравился дом, как у меня получился. Но сейчас я смотрю, вот так вот вообще очень интересно, необычно и ярко, самое главное. Я люблю акрил за то, что очень ярко все получается. И попугая. С попугаями тоже довольно было сложно работать, потому что вот эти вот у них перья, это все надо было прорабатывать тоненькой кисточкой. И вот этот попугайчик вообще круто получился. Этот, ну, не так. Все равно прикольно, фон тоже необычный для меня, потому что я сделала тут все такими пятнами, так голубыми, зелеными. И получилось интересно. Согласитесь, если бы я сделала просто синий фон, то смотрелось бы не так прикольно, как вот эти вот пятна. Так, ну, в общем, три картинки акрилом у меня было. Переходим дальше. Дальше это на индийской бумаге я рисовала акварелью. Это бумага для акварелия, по-моему, это целлюлоза, но так как тут 300 грамм плотности, зернистая, приятно было рисовать на этой бумаге. Меня просто просили именно показать то, что я буду рисовать этими индийскими материалами, вот в видео про подарки из Индии, как это все будет получаться, как я оценю эти все материалы. Я все оцениваю просто на высший балл. Мне понравилось. Так, это моя работа акварелью на индийской бумаге. Это девушка в каком-то цветочном венке. Тут у нее пчелки, очень летняя работа. Травинки. Также я тут прорабатывала цвет кожи. Это было для меня очень сложно, но тем не менее у меня получилось. И еще в венок акварелью я добавила немного перламутровой акварели, чтобы венок переливался. Получилось очень хорошо. Эта работа мне понравилась. Рисовала я ее где-то 2,5 часа, и далась она мне довольно легко. Единственное, что эти цветочки долго я прорабатывала, а цвет кожи, задний фон, это все было быстро. Я стала делать более разнообразные фоны, потому что раньше бы я сделала просто синюю заливку, а тут еще травинки добавились, и вообще получилось классно. Самое главное, что я поняла за этот месяц, это то, что не нужно бояться экспериментировать в акварели, что-то бояться добавить. У меня бывало такое, что я хотела, например, добавить травинки, но боялась, что вдруг я испорчу этим весь рисунок. Нет, вот тут тоже я вообще дала своей руке полную свободу, и просто тыкала эти пятна, и получилось прикольно. Дальше еще работа акварелью, но уже на поменьше формате. Это Кэнсон, обычно бумага Торшон. Я сделала тут вот такие конфетки. Сначала вообще у меня планировалось, что эти конфетки, они как бы из стеклянной банки высыпаются, но я потом поняла, что на стеклянную банку у меня не очень получилась форма похожая, поэтому я решила, что это будет просто полиэтиленовый мешочек. Вот согласитесь, что на полиэтиленовый мешочек форма похожа. И такие сливочно-какие-то фруктовые карамельки. Очень аппетитные получились. Нарисовала минут за 20, просто вот тут тени добавила, и все, получилось прикольно. И следующая картинка, это, наверное, аутсайдер в этом месяце, потому что она мне совсем не понравилась. Это вообще у меня планировалось, как вишневый пирог, сзади вишневое варенье и просто вишни. Но тут мне не нравится, как получилась тарелка, она какая-то кривая косая. Вообще хочу выкинуть этот рисунок, потому что он мне не нравится. Не знаю, напишите, как вам. Мне единственное, что нравится, это вот сам пирог, как получился на тарелочке, а все остальное не очень. И вишни прикольные, похоже на вишни. Я вернулась к рисованию маркерами. Я вам показывала, у меня было видео «Мой день на карантине», что я делаю. Я там вам даже показывала, как я рисую маркерами вот эту картинку. Но кто не видел, сейчас покажу вам. Это Хлоя из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Смотрите, какая она миленькая получилась. Я давно не рисовала маркерами, как я уже говорила в том видео, около года. Вот это была моя последняя работа маркерами. И вот первая работа в этом году. Она получилась прям как настоящая. И этот взгляд, ну просто как она действительно в мультике смотрит, так у меня и на рисунке. Шерсть. В шерсть я добавляла три разных серых и голубой цвет. Также вот эти все розовенькие ушки. Носик. Вообще она такая милая получилась. Если кто не видел, как я рисую эту картину, еще раз повторюсь, что можете перейти на то видео и посмотреть. Там я прям показываю, как я это все... Как я там добавляла маркеры, делала усики и все такое. Я нарисовала прикольный скетч. Это ведро с яблоками. Сейчас расскажу о минусах. Мне не очень нравится эта работа. Она вообще сама по себе интересная. Интересная задумка. Но вот этот вот скетчбук, вот Royal Talents Art Creation, бумага вообще не приспособлена под акварель. Хотя я об этом раньше не знала. Может быть, я брала слишком много воды. Или здесь можно делать какие-то простые скетчи акварелью, но не полноценные какие-то рисунки. Поэтому мне не очень понравилось. Я пожалела, что не взяла свою нормальную бумагу для аквареля, не нарисовала там этот рисунок. Исполнение могло быть более качественным, если бы я взяла вот эту бумагу, а не скетчбук. Мне интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где вам нравится больше рисовать, в скетчбуках или же на отдельных листках бумаги. Высохла и вроде стало получше. Бумага выпрямилась. Видео про мой вечер на карантине. Я вам показывала, как начинала рисовать вот эту вот сову. В тот день ее рисовала, наверное, часа три. Поэтому я долго сейчас вам ее показывать не буду. Вы все-таки видели даже в процессе, как все у меня это было. Ну, прикольно получилось для первого раза. Для первого раза рисования совы это нормально. Глаза очень классные. Еловые веточки. Можно было их побольше даже сделать. Рисовала акварелью Невская палитра на индийской бумаге. Очень хорошая бумага. Зернистая, плотная. Очень много воды я добавляла, но она даже не поплыла, не скукожилась, не загнулась. Отличного качества бумага. Надеюсь, что еще раз такую буду покупать. Что я могу сказать вообще по поводу этого месяца? Работ может быть не так уж и много, как могло бы быть, но они практически все мне понравились. Они почти все получились именно такими, какими я их задумывала. И напишите в комментариях, рисовали ли вы что-то за вот это вот время, за время карантина. Спасибо за просмотр этого видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok